Приветствую, дорогие зрители! Сегодня вы узнаете о том, как быстро научиться чему-нибудь новому на примере подключения дополнительного монитора. Продвинутый пользователь прозорливо отметит... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Хотелось бы прозорливо отметить, что любой потребительский монитор можно подключить при помощи кабеля HDMI и DisplayPort. Это проверенное и доступное решение, которое может позволить себе каждый, с уважением ваш, продвинутый пользователем. Но я же программист, поэтому расскажу о своем нелегком пути с самого начала. Из данных по железу, рабочая станция в отдельной комнате, уже подключенный основной монитор и проектор, в наличии дополнительный монитор и дешевый Miracast HDMI свисток Mirascree. Задача же довольно простая, мне нужен второй монитор для того, чтобы комфортно стримить, на него будет выводиться информация о статусе стрима, чат и прочие полезные данные. Немаловажное значение имеет окружение, которое используется. В моем случае это Ubuntu 18.04 LTS, Wayland и свои как Window Manager, что автоматически повышает одновость головной боли в несколько раз. Я ж программист! Итак, думаю вы уже догадались, дисплей мы будем подключать по Wi-Fi. Так как монитор дополнительный, искажения и некоторая задержка не должны сильно мешать, осталось только определиться, как мы будем это делать. Найти в ящике завалявшийся HDMI свисток было несложно. Установка экрана на подготовленную стойку справа от основного монитора, так же не заняла много времени. Осталось только закрутить винты, поставить на место пружину, подключить свисток, питание и дело в шляпе. MiraScreen ждал своего часа довольно долго, так что нужно не забыть обновить его прошивку. На счастье производитель еще не вымер и легко отдал нужные файлы через систему самообновления. Далее стоит разобраться с базой, то есть исследовать возможные подходы. Потыкавшись в документацию и интерфейс, я нашел несколько входов для сигнала. Miracast требует установки прямого Wi-Fi подключения, например с телефона. AirPlay, свисток подключается к существующей точке доступа, это хорошо, и использует проприетарный протокол передачи данных, вот это плохо. DLNA, работает вместе с AirPlay, отсутствует мирроринг, зато открытый стандарт. Теперь можно начать с того, что должно работать наверняка. Телефон может Miracast, он и был использован для того, чтобы расшарить экран. Что ж, девайс работает исправно, показывает картинку со сравнительно небольшой задержкой, значит можно копать в этом направлении. Начинаем гуглить с простого. Miracast Ubuntu, Miracast Linux Display и натыкаемся на пару идей. Gnome Miracast и MiracleCast. Я не фанат Gnome, так что первое решение мне не поможет. А вот MiracleCast вроде должен сработать, но после некоторой возни я понимаю, что ему нужно прямое подключение, и это требование самого протокола. То есть он хочет Wi-Fi интерфейс, который и будет контролировать, а у меня такого на рабочей станции нет. В общем, спустя несколько часов мытарств, идея с простым стримингом через Miracast отвалилась. Следующий вариант попытаться поднять HTTP сервер и запустить стрим через AirPlay или DLNA. Почти сразу отвалился AirPlay, доступные библиотеки не хотят работать с ним. С DLNA все пошло гораздо проще. Я смог запустить фильм, расшаривая через слегка подправленный Python и Simple HTTP сервер, а также стримить камеру через встроенный VLC HTTP стример. Одна проблема, которую я не увидел сразу, DLNA обязательно буферизирует входящие данные, что приводит к 10 или 15 секундам задержки. Еще одна подзадача, которую предстояло решить, это как добыть видео с экрана. Здесь нам помогут сравнительно недавно разработанные протоколы ScreenCopy для Violent Roots, базовая библиотека, на которой основан свой VM. Кроме того, этот протокол уже используется для захвата экрана в OBS, который я использую для записи прямо сейчас. Нужно только разобраться с примерами и доработать их до возможности сжатия и отправки захваченного потока. Это можно сделать при помощи FFmpeg и ее базовой библиотеки LibAV. На мое счастье, репозиторий Violent Roots содержит пару полезных примеров, и чтобы упростить задачу, попробуем их использовать. И тут мы погружаемся в дикий мир языка C, в котором, в отличие от Python, я ориентируюсь так себе. В любом программировании самое сложное это начать. Даже первоначальные компиляции и подбор зависимостей могут убить любой запал. Для проверки идеи и концептов используйте уже существующие примеры и базу, например, из проектов Violent Roots и FFmpeg в нашем случае. Вы также можете использовать сборочную систему, которая предлагается этими проектами. Хотя даже сборка уже готового проекта может доставить тонны неудобств. Обычно прогрессивные проекты не ориентированы на начинающих. Но как только вы набьете себе руку и решите несколько типичных проблем, это станет простым делом. Давайте вместе соберем Violent Roots для нашей целевой Ubuntu 18.04. Из сложностей мы встретим проблемы с зависимостями и нетривиальный сборочный инструментарий. При помощи Git клонируем репозиторий. Вам в любом случае понадобится Git, чтобы следить за своими изменениями. Так что если вы еще не в Git, изучите его. А сейчас просто следите за моими манипуляциями. Второе, что я порекомендую – разобраться в контейнеризации. Она очень поможет в сборке для целевого окружения и решит проблемы с огромным количеством мусорных зависимостей. Для этого я использую Docker, который можно запустить в любой операционной системе. И вам советую им обзавестись. Мы будем использовать контейнер только для сборки, так что при запуске контейнера подключаем директорию с репозиторием в режиме только для чтения. Также мы используем Ubuntu 18.04 образ напрямую с Docker Hub. Как только контейнер подключился, вы можете окунуться в самую пучину безумия, пытаясь решить проблемы со сборочными зависимостями. Но я же программист рядом и наведет вас на правильный путь. Разработчики Violent Roots используют самые распоследние независимости, поэтому в целях обучения мы будем использовать версию 0.10.1 репозитория BL Roots, дабы упростить проблемы для новичков. Мы также будем использовать PPA репозиторий, чтобы подтащить свежатину в нашу сравнительно старую песочницу. Для этого установим несколько утилит, которые отсутствуют в нашем контейнере. PIP – пакетный менеджер, который мы будем использовать для установки последней версии Mizon, и Software Properties Common, который упростит установку PPA репозитория. Итак, дальше ставим PPA репозиторий и Mizon. Эта сборочная система используется проектом Veil Roots. Запускаем Mizon в проекте и видим первые проблемы. Конечно, вы можете просто зайти в репозиторий и поглядеть на список зависимостей, но практика показывает, что разработчики забывают обновлять этот список и проще разобраться с ошибками, которые пишет вам сборочная система. Благо, что найти требуемые пакеты не так уж сложно. Либо ищем в репозитории, либо гуглим – чаще всего для сборки требуются пакеты с суффиксом DEV, так что и ставим именно их. При установке зависимости иногда сложно определить, что именно требуется, но поиск по интернету зачастую наведет вас на решение и даст необходимый опыт в этом вопросе. Я ускорил видео, чтобы избавить вас от скуки. Лучше сами возьмите и попробуйте проделать все описанные действия, чтобы потренироваться. Субтитры создавал DimaTorzok После разрешения проблем со сборочными зависимостями, мы наконец-то запускаем сборку и радуемся быстробегущему статусу компиляции и линковки. Все, собралось. Это значит, что что-то работает, и мы сделали очередной шаг вперед к реализации нашей задумки. Давайте заглянем в папку сборки и оглядим собранные примеры. Не хватает нужного примера ScreenCopy, да? Подозрительная штука. Но, чтобы решить эту проблему, давайте исходить из того, что сборочная система работает правильно. То есть, просто чего-то не хватает, чтобы собрать нужный нам пример. Поищем в репозитории имя исходника ScreenCopy.c и найдем совпадение. Откроем найденный файл и видим, что и правда требуется что-то, что мы не поставили. Давайте установим libpngdev и пересоберем проект. Теперь нужная цель собралась. Чтобы проверить собранный бинарь, его нужно скопировать на целевую систему и запустить. Это можно сделать при помощи DockerCP. Конечно, вы можете изначально подмонтировать какую-нибудь директорию для записи с хост-системы, но это уже частности. Запускаем полученный бинарь в Violent окружение и получаем скриншот экрана. Чудно. Таким образом нужно изучить пример ScreenCopy и модифицировать его под свои нужды. Вы запускаете повторную сборку и получаете скомпилированный бинарник ScreenCopy с вашими изменениями. Компилятор подскажет вам, где вы ошиблись, а после сборки вы сможете запустить пример и проверить его работоспособность. Если вам понадобятся дополнительные зависимости, просто измените сценарий сборки для этого примера и порядок. В нашем случае я добавил либо EV библиотеки из находящегося рядом примера DMA booth capture и поставил либо EV зависимости. Конечно, написание логики программы не настолько простое занятие, как сборка даже самого сложного проекта, поэтому рекомендую прямо сейчас подписаться на мой канал, на котором вы сможете поучаствовать в стримах, где я буду не только отвечать на вопросы, но и непосредственно писать код на различных языках программирования, попутно объясняя, что в этот момент творится в голове у типичного яш-программиста. Продвигаясь маленькими шажками, обгуглившись и проглядев несколько примеров, у меня получилось выжать простенький бинарь, который мог захватывать экран, сжимать его на ходу при помощи H.264 и выдавать его на стандартный выход. Но вот с протаскиванием этого через VLC возникли проблемы на HDMI-свистке. DNA клиент просто отказывался читать поток или зависал. Поэтому захват с экрана был переработан на основе более комплексного примера с упакованием в контейнер MKV. На выходе теперь не только H.264 поток, но и заголовок, который поможет MiraScreen точно определить параметры видео. Небольшой тюнинг позволил слегка снизить задержку, она все еще в пределах 5 или 10 секунд, что не слишком критично, но не остужает горячее желание дальнейших исследований. И после реализации всего этого добра, я обнаруживаю реверсные спецификации AirPlay протокола, который позволяет прямой мирроринг почти без задержки. Но это уже совсем другая история, требующая углубленного исследования. В конце концов, я использовал дополнительный выхлоп DP1 и включил его при помощи кастомного Edit и строчки в ядерный 7D Line, а после этого перезагрузился. Таким образом у меня появился дополнительный дисплей, который я подвесил справа от основного монитора с поворотом на 90 градусов. Думаю, у вас уже возник главный вопрос, зачем я все это так детально описываю? Давайте оглянемся. Только лишь за неделю при решении сравнительно простой задачи был объят довольно большой объем знаний и практических навыков, Miracast, DLNA, AirPlay, Multicast, UPnP, MDNS, Python, C, LibAV, FFmpeg, H.264, Matroska, Nmap, TCP-Dump и другие сопутствующие системы и инструменты. Это неплохой набор умений для любого H-программиста. Сегодняшний мир ставит все новые и новые задачи, которые требуют очень быстрого погружения в новейшие знания. И от того, насколько быстро вы можете впитать новую информацию и разработать бруфу-концепт, используя любые сподручные технологии, зависит ваше будущее. Не обязательно просиживать долгие годы в университете или на курсах повышения квалификации. Почти любые полученные вчера специальные знания устареют уже завтра. Достаточно лишь поставить задачу, и в зависимости от вашего желания достичь цели, она научит вас тому, что вам нужно знать. При этом, конечно, необходимы некоторые базовые умения, которыми вы должны владеть в совершенстве. А именно. Первое. Умение поставить задачу. От правильной постановки зависит успешность применения ваших усилий. Второе. Умение выбирать и подготавливать инструменты. Вокруг вас множество микроскопов, которыми не следует забивать гвоздь. Третье. Умение задать вопрос. В данном случае мы идем от общих вопросов к более сложным и конкретным. Четвертое. Умение исследовать пути. Не все пути ведут в правильном направлении, но нужно уметь признать свою ошибку и вернуться в точку, чтобы начать все сначала. И пятое. Умение видеть большую картину. Вы никогда не сможете объять все доступные технологии в их мельчайших деталях, но понимание общих принципов работы и дизайна различных систем вы сможете предсказывать поведение и область применения любых доступных инструментов. В эпоху интернета вам больше не нужно хранить в голове энциклопедическую информацию, чтобы решать поставленные задачи. Вам нужен лишь живой ум и тяга к знаниям, которыми вы сможете немедленно воспользоваться, а наградой вам будет результат, который покажет, что вы не просто сидите и изубрите ненужные данные, а движетесь по выбранному пути шаг за шагом, приближаясь к цели. Не стесняйтесь подписываться на канал, ведь скоро здесь будут стримы и другие интересные видео, которые помогут вам в освоении ежпрограммистского подхода к решению задач. Всем спасибо за просмотр и пока!